Всем привет! На улице осень. Хочется пить домой и выпить чашечку горячего щая с чем-то вкусненьким, и чтобы это еще вкусненько было и полезным. Поэтому я решила приготовить вот такие вот печенюшки. Они очень вкусные, ароматные и полезные, так как в них находятся курага и грецкие. Готовятся очень просто, быстро, с небольшого количества продуктов. В общем, оставайтесь со мной и будем готовить вместе. Итак, для пряного печенья нам понадобится 3 яйца, 200 г сливочного масла, 1 пакетик разорителя, мука. Муку будем брать столько, столько возьмет тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным, ни в коем случае не тугим. Также грамм 200-250 кураги, порезанные крупным кубиком. Вы можете брать любой сухофрукт, который вам нравится. Делайте все исключительно по вашему вкусу. Также грамм 200 сменченных грецких орехов, сахар по вкусу, у меня здесь 4 столовых ложки, и смесь для пряного печенья. У меня она покупная. В нее входит корица, сахар, имбирь, калиандр, карбамон, гвоздика, мускатный орех, душистый перец, черный перец и звездный анис. Также пакетик валильного сахара. Если вы вдруг не найдете такую смесь, я раньше делала как? Я просто брала сушеный имбирь немножко по вкусу, но не перебращайте, потому что было очень пряно и очень горько. И брала немного корицы. Все это смешивала с этими ингредиентами и получилось просто замечательно. Ну что ж, приступ к готовке. Для начала нам нужно немножко взбить яйца и добавить туда сахар. Взбивать я буду венчиком, вот такими вот круговыми движениями. Взбивать буду буквально минуты 2-3, не больше, его не надо сильно взбивать. Ну вот так вот будет достаточно. Теперь добавляем сюда сахар. И это все перемешиваем. Вот таким вот способом. Просто, чтобы оно было однородное, сахар все равно не издалится, поскольку все холодное. И вот полминутки нужно подзбивать. Ну вот так, теперь в эту смесь нужно добавить сливочное масло. Добавили сливочное масло и берем белкой. Мы можете брать ложку, чем вам удобнее, тем то и берите. Мне, допустим, удобнее это все делать вилкой. И переминаем его. И соединяем масло с яйцами и сахаром. До однородности. Можно руками. Руками, по-моему, даже будет лучше и быстрее. Сейчас, наверное, я так и сделаю. У нас ушла, кстати, комнатная температура. Она постояла минут 15 у меня. Мягкая. Вот таким вот способом. Сильно его перемешивать не нужно, так как когда я буду добавлять муку, я буду его обминать руками. Теперь можно потихонечку добавлять муку. Добавим сначала ложек 3 столовых. И будем это все переминать немножко руками. Вот таким вот способом его обминаем. Вот мука немножко растворилась. Добавляем еще 3 столовых ложки муки. И снова обминаем. Вот такое вот тесто после 6 столовых ложек муки. Оно как жидкая сметана 15%, можно даже 20%. В общем, оно жидкое. Теперь сюда добавляем еще ложек 2 столовых муки. И добавим наши специи вместе с молотым грецким орехом. Все это перемешиваем слегка и будем добавлять муку. Вот специи вместе с грецким орехом я перемешала. Вот такое вот тесто получается. И теперь постепенно по 2-3 столовых ложки муки буду добавлять муку. О, что-то я уже заговариваюсь. Вот я добавила еще немножко муки. Чуть-чуть перемешаю. Сейчас сюда всыплю озаритель и курагу. Все это хорошо-хорошо перемешиваем. Вот перемешали. Тесто вот понемножку становится плотнее. Но еще нужно добавить муку. Вот я еще добавила 2 столовые ложечки. Еще раз это все тщательно перемешаем. Добавляем еще муку. Вот я добавила сюда еще 8 столовых ложек муки. Вот видите, тесто начинает уже замешиваться. Сейчас мы его хорошенечко замесим и будем смотреть, нужно еще добавлять муку или нет. Я тесто перемешивала буквально минут 5. Вот какое оно стало. Муки больше добавлять не нужно. Видите, он такое хорошо лепится, катается в шарик. Муки больше добавлять не нужно. Иначе печеньки у вас получатся очень твердыми. Вот такое мягенькое тесто получается. Сейчас мы еще раз его немножко поменем. И накроем пищевой пленкой. И отправим в холодильник минут на 10, чтобы тесто схватилось. И наши все специи, пяности, все это хорошо соединилось между собой. Все, отправляем в холодильник. Итак, 10 минут прошло. Тесто постояло все это время в холодильнике. Оно, видите, немножко схватилось. И теперь можно приступать, собственно, к приготовлению, не формированию нашего печенья. Но перед этим нам нужно смазать противень подсолнечным маслом. И поставить духовку разогреваться на 180 градусов. Итак, берем небольшой кусочек теста и катаем его в шарик. Скатали в шарик. И теперь нам нужно немножко его вот так вот приплюснуть рукой. Не делайте слишком тонкое. Иначе оно не поднимется. Будет очень-очень тонкое. Вот примерно вот такая вот печенюшка должна получиться. Вот такой вот толщины. Еще раз ее немножко выравниваем. И отправляем на противень. Так делаем со всеми последующими печеньками. Теперь печенье нужно отправить в духовку, предварительно разогретую на 180 градусов, минут на 20-25. Но поскольку все духовки разные, за ними нужно будет следить, приедетески проверять. Готовность проверяем деревянной палочкой. Если она сухая, значит печенье готово. Оно должно стать красивого, золотистого, румяного цвета. Ну что ж, отправляем в духовку. Вот такое вот печенье получилось. Оно очень ароматное. Запах стоит по всей квартире. Оно очень вкусное, полезное. Готовилось очень быстро. И просто, как вы видели, оно очень хорошо сочетается с чаем, с кофе, с молоком. Очень вкусно. Поэтому готовьте, не пожалеете. Если вам нравится это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пока. 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 Продолжение следует...